Виктор Фурсов Один из вредителей, можно сказать, с человеческой точки зрения, который беспокоит человека, это паук-каракурт И вот как раз как спастись от него, и что же делать в случае, если паук-каракурт таки вас укусил И интересное решение этой проблемы, я нашел хорошую рекомендацию, которая давно уже описана в книге Павла Моряковского Загадочное излучение И для этого я зачитаю его рассказ и расскажу о том, что наблюдается в данном случае и как спастись при первом ситуации, если вдруг у вас укусила каракурт Рассказ называется «Целебный огонь» В институт зоологии в Алма-Ате позвонил из областного управления здравоохранения В селе на уборке пшеницы несколько человек были укушены ядовитым пауком-каракуртом Эпидемиолог, говоривший по телефону, просил совета и помощи Кто такой каракурт? Каракурт очень робкий паук И кусает обычно только в том случае, если его нечаянно придавят Это происходит обычно в каких случаях? Во время отдыха на земле, в поле Во время уборки урожая Если вместе с растениями его захватывают руками Случайно спрятавшегося там паука Состояние человека, укушенного каракуртом, тяжелое Больной не может стоять, дыхание у него затрудняется С хрипом он беспокоен, мечется, стонет Смертность от укуса невелика Около 5% однако есть Но переболевшие очень долго чувствуют слабость Не могут работать Обо всем этом рассказываю он селянам на полевом стане, где произошло это событие Солнце склонилось к западу И сквозь дымку мглы, повисшей над степью, казалось большим и красным Потом оно медленно потонуло за горизонтом И когда стало темнеть, загорелись первые крупные звезды Совсем близко от нас запел полевой сверчок Ему ответил другой И как-то неожиданно отовсюду понеслась дружная вечерняя песня этих степных музыкантов Пора уже было заканчивать беседу Ну как же уберечься от окуса каракорта, в конце концов Пока самым надежным способом является марлевый полох Как его иногда называют, наконец, накомарник Или перчатки для работы в поле Ночью накомарник вполне защищает от каракорта Если вы ставите палатку Днем же следует остерегаться Ложиться на землю, не осмотрев хорошо землю руками А при уборке хлеба нельзя брать солому голыми руками Слушатели засыпали меня вопросами Каракортом все очень заинтересовались Селяне стали благодарить за беседу Вот бы вы, ученые, такое средство изобретели, такое лекарство Чтобы как укусил паук каракорт, принял таблетку И все прошло, сказали они Рано утром мы ползаем по земле Собираем живых каракортов Собираем их в спичечные коробки Здесь действительно нашли большое логовище ядовитых пауков Некоторые пауки после уборки урожая оказались без крова И отправились путешествовать А вот бродячие пауки как раз больше всего опасны Ночью они могут забраться на спящего человека И случайно его укусить Каракорт старый объект моих исследований И образ его жизни изучен уже давно Однако все нет еще верных средств Предупреждающих отравление от его укусов Вот тишину лаборатории нарушают ритмичные удары Маятника стенных часов На столе в маленькой клетке сидит морская свинка Бьется в агонии Ее вялые беспомощные тельца подбрасывают кверху И животное замирает без движения Получасом раньше Паук, приложенный к бритой коже свинки Врил в тело этого животного смертоносную капельку яда В большую лупу было видно, что он расправил в стороны Коготки щипчиков хелице, находящихся на его голове И вонзил их в тонкую кожицу морской свинки От укуса на коже осталось две маленькие, едва различимые Точечки, места проколов Они отстоят друг от друга не больше, чем на 1-2 мм И насосавшись из ничтожно маленького участка кожи Паук убежал А ничтожный маленький участок Яд рассосался и завладел всем телом Яд каракурта мгновенно разрушается нагреванием А вот нельзя ли использовать прижигание Для этого места укуса? В народе способ прижигания раскаленным железом Место укуса существует такой метод Однако, конечно, неумелое применение этого способа Нередко нас приводит и приносит больше вреда, чем сам укус Ставится трудный опыт У морской свинки сбривают шерсть Обнажают участок кожи В спичечной коробке вытряхивают черного паука каракурта Укус нанесен Включают электрический паяльник Мерно тикают часы 5-10 минут Раскаленный кончик паяльника Приложен к коже животного Но все-таки через некоторое время у свинки Начинаются предсмертные судороги Прижигание не помогло Рождается слабая надежда Может яд быстро всасывается И прижигание нужно делать сейчас же, после укуса Паяльник заранее включен Опыт повторяется Сразу после укуса и прижигания Проходит час-два А свинка оживленно бегает по клетке Как будто ничего не произошло Может быть ошибка И вот через 3 дня в журнале опытов с прижиганием Стоит уже 50-й номер проверки Теперь уже точно доказано Прижигание совершенно точно предотвращает Отвравление Только в том случае Когда она сделана не позже 3-х минут 2-3 минут С момента укуса Вот почему Обычное прижигание никогда не помогало От укуса каракурта Пока нагревался кусок металла Яд уже успевал рассосаться А как же в полевой обстановке Найти быстрый способ прижигания Поздний вечер Рабочий день давно закончен Но нужно было вести до конца наблюдения За отравлениями морских свинок Внезапно гаснет электрический свет Приходится разыскивать керосиновую лампу Зажигаю свечку Зажигаю спичку Раздается легкий треск Кусочек головки отскакивает в стороны И ударяется мне в руку Ой, как больно И на коже маленький след от ожога Спичка Вот с чем можно прижигать место укуса В журнале опыта появляется уже сотый номер проверки Головка одной спички, приложенная к месту укуса И подожженная другой спичкой Вызывает небольшой, ограниченный и безопасный ожог Который спасает свинку морскую От отравления Этот способ доступен каждому И особенно ценен потому, что укусы каракурта Чаще всего происходят в какой-то глухой местности Вдали и от населенного пункта И медицинской помощи А спички всегда и везде носят Даже туристы с собой Однако результаты, добытые в опыте на морских свинках Могут оказаться неубедительными Хорошо бы их проверить на практике На человеке Вот вечер в лаборатории Необычная тишина в упустевшем здании института Сейчас на голое колено вытряхиваю каракурта Вот он толстый, бархатисто-черный Последний луч солнца заглядывает в окно Искрится на стеклянной посуде Сейчас там на полевом стане, наверное, запивают сверчки Как хочется отдернуть ногу Сбросить паука Нет, нельзя, надо преодолеть страх и отвращение Незначительный, слабо ощутимый вкус Вспоминается фраза Как-то сказанная мне стариком Скорпион кусает больно Но болезнь легкая А каракурт кусает не больно Но болезнь от него тяжелая Почему так медленно течет минута Вторая, третья Вспихивает головка прижатой к колену спички Более тяжелая А потом А потом думает только небольшое легкое недомогание И вот печатаются листовки В них коротко рассказывается о ядовитом пауке каракурте И о новом способе предохранения от последствий укуса Методом прижигания спичкой И еще через несколько лет прижигание спичкой Становится широко известным И всюду неизменно приносит пользу Спасая пострадавшим Жизнь от тяжелого заболевания Какой простой способ Говорят о нем Не подозревая Что путь к изобретению Его Был довольно сложен Вот такой сегодня рассказ О пауке каракурте И о целебном огне О том что если вас вдруг неожиданно вкусил Каракурт В доступное конечно место Куда вы можете достать руками Или вам кто-то может помочь Надо приложить в течение 2-3 минут Головку от спички Вторую спичкой поджечь Конечно получится ожог Болезненное пятно Но это гораздо будет легче Ожог и пятно Нежели будет очень сильное отравление От укуса Пауком каракуртом Надеюсь вам способ этот не пригодится Чтобы вас не кусал Ни паук каракурт Ни какое-то другое животное Но помните О нем Что если паук укусил Он кусает неглубоко И таким способом При помощи целебного огня И всего лишь двух спичек Одна поджигает вторую Можно попытаться спастись Если это сделать быстро Сразу и не раздумывая Так что спасибо за внимание Буду продолжать чтение Интересных вам рассказов Об энтомологии А вы не забывайте Ставить лайки Нажимать на колокольчик Чтобы получать новые видео И подписываться на мой канал Доктор Виктор Фурсов Энтомологист Бикибер Тичер До новых встреч на моем канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин